День добрый, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем, и сегодня мы обсуждаем Маргарет Тэтчер. Не столько ее, сколько ту политику, ту, как вот тут наш коллега Михаил Дзюлягин назвал, контр-либеральную революцию, либеральную контрреволюцию он это обозвал, те экономические проекты и все, что с ней связано, мы обсуждаем сегодня с нашим гостем, постоянным профессором Российской экономической школы, профессором Российской экономической школы Константином Содниным. Константин, здравствуйте, напоминаю нашим радиослушателям, что телефон в студии 6510-996, код города 495, ну либо пишите нам на странице нашей программы на финам.фм, еще раз здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Игорь. Константин, я тут прямо проводил опрос буквально несколько дней назад, и подавляющее большинство мной опрошенных считает, что Маргарет Тэтчер, как многие считают ее сильным и идеальным лидером Англии, была, соответственно, как все сильные лидеры Англии, врагом Советского Союза и России. То есть как бы миф англичанка гадит, он по-прежнему в умах наших людей. Ну, мифы, они для того и существуют, чтобы жить в умах. Ну, мне кажется, что Маргарет Тэтчер была последовательным сторонником свободы, последовательным противником коммунизма, но поскольку я не думаю, что наша страна хоть что-то хорошее от коммунизма видела, то она никогда не была против России, против нашей страны, она всегда была... Против того строя, который был в стране. Ну, я бы так сказал, что в мире ее помнят не за то, что она воевала там против советского строя. Может быть, она нам так запомнилась, что она была, но для нее это было, конечно, не очень важным делом. А чем же она, интересно, запомнилась в мире, а главное, чем же она запомнилась в родной стране? Она была очень последовательным либеральным политиком, и она проводила политику снижения роли государства, увеличения роли частного сектора во всем. И не только она проводила эту политику, но она ее еще очень четко артикулировала. То есть это в каком-то смысле был такой учебниковый случай. Человек берет большие идеи, эти идеи озвучивает и их умеет применять. Вообще, вот таких вот политиков их не так уж много, которые могут не только произносить какие-то там либеральные слова, а прямо вот этот вот либерализм железной рукой. Вот, вот. Именно что железной рукой. А главное, что Маргарет Тэтчер явила всему миру и собственной стране то, к чему либерализм может привести. Ну, например, она раздавила шахтерское движение. То есть полностью, да? Ну, не нужен англий газ, поэтому тысячи семей шахтеров идут к той самой... Прости, тебя там Путин запретил ругаться, да, в эфире. Ну, туда и идут, понятно, да? Она провела реформу электроэнергетики, как опять-таки заметил коллега Делягин, дав, в общем-то, даже такой пример для РАУЕС, как надо проводить, а точнее, как не надо проводить электроэнергетику. Чуть в историю не вошла опять-таки. Вот я тут полностью согласен с коллегой Делягином. Помните, ее звали похитительница молока? Она отменила моды там молоко в школах. То есть она суровым своим этим железным кулаком проводила те реформы, которые всему миру показали, до чего может довести либерализм. Но, понимаете, она вернула, она вернула в мир Англию. Вот как бы сейчас мы считаем, что Англия – это одна из важнейших стран в мире. Это вы так считаете? Уже даже Англия сама так не считает? Да, конечно. Константин Сахач, а можно я подключу еще одного ученого мужа, чтобы вы не со мной дискутирули не очень, а с приличными людьми? Виктор Кувалдин, заведующий кафедрой Московской экономической школы МГУ. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Виктор, ну вот у нас тут с Константином завязался спор по поводу роли Маргарет Тэтчер в истории. Скажите, те либеральные формы, которые проводила Маргарет Тэтчер, что они явили миру, какие примеры положительные, отрицательные показали? Ну, у Маргарет Тэтчер, несомненно, было то достоинство, что она была последовательной. Она действительно получила на руки тяжелый кризис, кризис в своей стране, то, что называлось тогда стагфляцией с сочетанием стагнации и инфляции. Но еще не надо забывать и другое, что там, за горизонтом, был еще более сильный кризис, кризис превращения Англии из ведущей державы мира, которая в начале века контролировала и четверть мировой суши, и четверть мирового населения, и над колониями, которые никогда не заходило солнце, в достаточно обычную европейскую державу. Да, это была крупная страна, но крупная страна по европейским меркам. И, естественно, она искала пути возвращения, возвращения, может быть, или в великое прошлое, или в великое будущее. Она была последовательна в том смысле, что она апеллировала к ценностям капитализма, исходным ценностям капитализма, то, что как раз называется протестантской этикой. То есть умение работать так, чтобы потом пожать плоды своего труда. И надо сказать, что она была не только теоретиком, ведь она же была отличницей. Говорят, она была отличным химиком, да? Она была отличным химиком, она вышла из низов и сделала карьеру в партии аристократов. Она была первой и единственной женщиной, которая стала премьером. И надо отметить, это, в общем, все, так сказать, объективные наблюдатели из разных стран мира, что она была прекрасно подготовлена, когда она встречалась со своими коллегами или оппонентами, в том, что касается сути вопроса. Она знала очень многие вопросы лучше, чем ее собеседники, и часто лучше, чем ее подчиненные, специалисты. Так, Виктор, простите, с этим-то никто не спорит. Я, во-первых, не спорю с тем, что она была выдающимся политиком. Понимаете, многие люди были выдающимися крупными политиками. Другой вопрос, какой знак поставить рядом с этим политиком? Говорить просто о том, что это была выдающаяся женщина, мощнейший политик, потрясающий игрок на политической арене, это бессмысленно, потому что это абсолютно очевидные прописные истины. Меня интересуют вот те реформы, тот курс, который она дала, что он дал миру, что он дал Англии. Вы говорите про протестантскую этику, о людях, которые пашут от зари до зари и пожинают плоды труда? Я вам в ответ могу сказать, что вообще никто не пашет так от зари до зари, как шахтеры. Эти шахтеры уже давно не пахали. Эти шахтеры на многих шахтах создавали отрицательную добавленную стоимость, но поскольку у них была огромная политическая власть, а мы прекрасно в России знаем, какая может быть власть у шахтеров, они умудрялись навязывать всему населению Англии, что вся Англия содержала этих шахтеров. Тэтчер удалось всех англичан избавить от кормежки шахтеров, которые производили отрицательную добавленную стоимость. И шахты эти закрыть. Вы знаете, Константин, я недавно, точнее, давно в интернете прочитал историю про собственную школу, что это абсолютно не имеющая отношение к Маргаре Тэтчер истории, и не про 57-ю школу истории. У меня в школе была, как выяснилось, учительница, которая преподавала там уже при нас то ли рисование, то ли что-то еще. И вот она однажды детям, классу четвертому, объясняла, по-моему, икону Владимирской Божьей Матери. Говорит, посмотрите, ее глаза одновременно отражают радость материнства, но при этом некую тревогу яновидит путь ребенка, тот путь, который ему предстоит. Закончив объяснять, через некоторое время задний парт вопроса, а с мальчиком-то что случилось? С шахтерами-то что случилось? Она сделала, что Англия перестала кормить шахтеров. Никто от голода не умер, не беспокойтесь. Да, ну правда. Правда. Никто не умер от голода, вы не видели разрушенные шахтерские... Сейчас, секундочку, Игорь, хватит вранья, никто не умер от голода. Никто. Ноль. Боб Сандерс, главное, еще от голода не умер. Что? Не помните, кто такой Бобби Сандерс? Вы не помните, как она... Забастовка протеста? Я помню, что шахтеры убили кого-то полицейского, который пытался навести порядок. Это я помню. Ага, про Бобби Сандерса вы не помните. А, Виктор, может быть, вы помните? Ну, сейчас Никто не... Нет, вы знаете... Не Сандерса Сандерса, прошу прощения, да. Да, если вы говорите о том, смотря из 2013 года, то я думаю, что во многом вы правы, в каком плане. Ведь все очень многое зависит от, ну, что ли, от политических, от позиций, которые занимает человек сейчас. Да, безусловно, Маргарет Течер расколола Англию. Да, вот ее ставка на то, чтобы избавиться от тех отраслей, которые сделали Англию великой в XIX веке, она оказалась чрезмерной. То есть ставка на финансовый капитал, ставка на сети. В этом смысле, если вы сравниваете, например, опыт Англии и Германии сегодня, то, наверное, скорее всего, мы можем предположить, что положение Германии гораздо более благоприятное. Если вы вообще говорите о тех моделях, которые были в рамках системы, в которой действовал Рагарет Течер, то мне тоже кажется, что ее оппоненты, то, что называется скандинавской моделью, это более перспективно. Это больше открывает возможности и для скандинавов. Но это очень глубокая вещь, это ведь связано с пониманием собственности. Если вы наверняка бывали в Великобритании, как многие ваши слушатели, вы знаете, что там собственность – это священная корова. Там нельзя ступить за изгородь, если написано, что дальше это частная собственность. Если же вы бывали в Скандинавии, как, наверное, тоже, скорее всего, было, то вы знаете, что собственность там – это, так сказать, право, но право достаточно ограниченное. Вы этим владеете, но распоряжаться этим могут и многие другие. Люди могут спокойно зайти, там, скажем, на ваш участок, они могут собирать ягоды. Часто, так сказать, люди предлагают, чтобы они жили в их доме, естественно, так сказать, потом заплатив за это пребывание, причем это делается без хозяев. То есть вы сейчас, если речь идет вообще о чем-то, о путях развития, и в частности… Мы говорим о путях развития, в том числе о путях развития России. Конечно. И вот я хотел сказать, и в частности применение к нашей стране, я не думаю, что Маргарет Тэтчер – это образец для восхищения и для подорожания. Спасибо большое, Виктор. Вернемся после выпуска новостей буквально через минуту. Ну, сейчас мы возвращаемся в студию. В гостях у меня Константин Сонин, и мы обсуждаем Маргарет Тэтчер. Константин, вы жалуете, что я вам не даю говорить? Я вообще молчу, теперь слушаю. Ну, мне кажется, что вот разговор о том, что Маргарет Тэтчер расколола общество, она, может быть, расколола общество левых колумнистов, там, каких-то английских, но она, английское общество, она его скорее объединила, потому что в демократической стране очень просто увидеть, как политик объединяет общество. Это тот политик, который набирает на выборах много голосов. И нужно понимать, что… Путин — это объединитель общества. Я сказал про демократическую страну, и про… На Путина сейчас не хочу отвлекаться. Это более сложный вопрос, чем реплика в разговоре про Маргарет Тэтчер. Ну, Путин, конечно, возвращаясь к Путину, Путин был, конечно, на каком-то этапе в значительной степени и тем, кто объединил страну, и тем, кто двигал ее вперед. Тут спора нет. Про то, что нужно понимать, что когда Маргарет Тэтчер воевала с шахтерами, то она осуществляла волю огромного большинства, самого большого большинства в послевоенную историю, полученного на выборах 83-го года. Просто шахтерское меньшинство, шахтеры плюс левые интеллектуалы, они как бы построили очень большую защиту. Хотя в основном-то это было связано с тем, что шахтеры, у них очень сильная политическая власть, несмотря на то, что их мало. Посмотрите, речь, вот когда говорят про этот террор, речь шла про 20 тысяч шахтеров. Это в масштабах страны совершенно ничтожная доля. Это по сравнению с нашим автовазом-то ничтожная. Но вы еще умножите, извините, на количество семей. Опять эти шахтеры кормили. Умножим на 4, 80 тысяч. Это опять дискуссия о моно-городах, допустим. Это примерно к этому и сводится. Правильно, но Англия это 40 миллионов человек. Это как бы речь идет... То есть 40 миллионов человек не могли прокормить 20 тысяч шахтеров. Они не хотели кормить. Они как бы избрали такого премьер-министра, который сказал, что мы вас больше не хотим кормить. Так что с шахтерами-то случилось? Объясните мне, вы говорите, что от голода никто не умер. Если вы помните, мы с вами год назад в Алма-Ате у нас была дискуссия, в которой участвовал нежно любимый вам Руслан Семенович Гринберг, который мне сказал, что ничего страшного не происходит сейчас в Европе. Бог с ним, что там 30% безработицы в Испании. Они же все равно с голоду не помирают. Убивать друг друга не... А то, что эти люди приходят ежедневно домой к своим семьям, к пустым холодильникам, потому что они не хотят работать. Постойте, занятость за 11 лет правления Тэтчер выросла на 30% кумулятивно. Было создано на 30% больше рабочих мест. Ее правление Тэтчер это постоянное улучшение экономической ситуации. Если посмотреть европейские страны, посмотреть какую-нибудь Францию и Германию, то вот период правления Тэтчер, это Англия двигалась как будто по сравнению со стоящими. Конечно, в большой степени это было связано с тем, что перед этим были очень большие проблемы. Когда хорошо быть реформатором. Когда есть эффект низкой базы. Да, когда есть эффект низкой базы, когда действительно там все разваливается. Но вот Тэтчер пришла в такой момент, была там зима тревоги нашей. Вот она после этого пришла и стала исправлять. Но результаты очень впечатляющие. Англия быстро развивалась в это время. Все показатели, все как бы мыслимые показатели экономические уровня жизни, они росли. Другое дело, что госрасходы на очень многие вещи сокращались. И людей это конечно раздражало. Так вы знаете, вы мне напоминаете, не принято к обиду, есть у вас такой коллега Жаворонков в высшей школе экономики. Который мне недавно на вопрос про Ирак объяснил, что в Ираке все хорошо, потому что растет добыча нефти. Но нельзя мерить одними экономическими параметрами благосостояние государства. Социальные программы были урезаны, что для многих семей, не для бездельников. Сейчас постойте. Вы мне не даете, Маргарет Тэтчер, мерить ни объективными показателями, ни мнением англичан. Потому что англичане трижды, трижды избирали ее премьером. В 20 век это всего лишь два таких человека было. Она была в 20 веке больше всех премьер-министром. Я согласен, что она великий премьер. Но я также согласен, что, например, я не далее, как позавчера видел кадры съемок, как просто на улице Лондона выплескивается достаточно большое количество народа, не два маргинала, с плакатом, поскольку опять-таки нам запретили в СМИ ругаться матом, но на плакате было написано «Bitch is dead». И радостно попивали шампанское. Не надо рассказывать, что она не расколола английского общества. Конечно, расколола. И не на бездельников. Понимаете, социальные программы — это не только бездельники, которые не хотят работать и сидят, как в Америке на Велфере. Социальные программы — это и бюджетники в том числе. Да, и хорошо. Она сократила число бюджетников. А куда они делись? Что-то было хорошее. Гитлер тоже сокращал число бездельников. Это 80 лет почти. 20 век — это всё время снижения роли Англии в мире. В Вторую мировую войну она вступала крупнейшей в некоторых смыслах страной в мире, хотя, конечно, не крупнейшей военной силой. После войны у неё... Англия потеряла свою розу. Правильно. И она потеряла её совсем. А сейчас Англия — это всё-таки культурный центр мира. Левый предаток Соединённых Штатов. Что вы выдумываете, да? Посмотрите, куда уехали все люди из Москвы. Что интеллектуалы, что бизнесмены. Все почему-то перебрались в Лондон. Ни в Париж, ни в Берлин, ни в Мадрид, ни в Рим. Хотя всё это могли бы себе позволить. Все они почему-то сидят в Лондоне. Это их личный выбор, я думаю, что... Этот личный выбор, он на чём основывается? Он основывается на том, чем... Во-первых, он связан с пониманием английского языка, потому что это тот язык, который нихуя да бедно хоть могут три слова связать. Ну, я слышал, что они там и в Лондоне-то особенно не связывают. Вот, ну хоть худо-бедно. Вы когда-нибудь видели наших олигархов, беглоговорящих по-испански? Я даже думаю, что гусинский, ни испанский, ни еврей до сих пор не выучил. Не надо, они перебираются туда, потому что это модно, потому что это можно... Так вот, именно что я и говорю. Почему модно-то? Потому что вздона выдачи нету. Из Лондона выдачи нету. А некоторые другие... Вы говорите, что есть в Лондоне две вещи. Что в нем круто жить, и ты себя чувствуешь защищенным. Так это именно, что это благодаря Тетчу. Полно таких европейских стран. А экономическая роль в Европе и Германии гораздо больше, чем в Англии. Если бы у нас сейчас... Правильно, но Англия это крутое место для жизни, и это место, где чувствуешь себя защищенным. А в Германии нет. Что ж никто не едет в Берлин-то? Жалко, что... Ну, кто там? Вы меряете по нашим олигархам, а я по потокам. Не только по олигархам. Там в Лондоне наших типа сто тысяч одних бизнесменов. Кстати, в Нью-Йорк еще охотно едут. Как выясняется после ваших расследований, Константин, в Майами валятся страшные силы. Моих расследований? Ну, вы же тоже это разоблачаете. У вас как бы такой средневековик корпоративной ответственности. Если какие-то ученые что-то разоблачили, то все ученые отвечают. Я примерно... Почему отвечать? Я, наоборот, всячески приветствую ваши разоблачения. Я не разоблачал ничего про Майами. Ну, тем не менее, это же одна и та же тусовка. Но вы гордитесь тем, что я считаю, что вы к этому причастны. Я признаюсь, что я с интересом читал. Да. Ну, так и что, в Майами и в Нью-Йорке-то полно наших, между прочим. Нет, нет. Вот смотрите, вот вы как бы... То есть заслуга Маргарет Тэтчер в том, что наши олигархи чешут в Лондон. Что она сделала Лондон крутым и безопасным местом. Если бы сейчас были 70-е в Англии, никто бы в этот Лондон не ехал. Вы знаете, Константин, я по воле судьбы наблюдал, например, как великий, на мой взгляд, человек, как бы к нему не относиться, бывший мэр Нью-Йорка Родор в Джулиане, сделал Нью-Йорк крутым и безопасным городом. Причем за гораздо меньшие сроки, чем Маргарет Тэтчер, и с меньшими преобразованиями. Ну, то есть я имею в виду с меньшими такими радикальными реформами. Но Нью-Йорк, в котором в начале 90-х, позволю вам себе напомнить, например, были реальные погромы. А на 42-ю было выйти нельзя. Три человека, три человека в Нью-Йорке превратили этот город в цветущий город, в котором гораздо более безопасно и спокойно, чем в Лондоне. Когда нас Виктор призывает, говорит, что мы часто бываем в Великобритании, а вы были ли в Англии в трущобу? Или, например, в Соединенных Штатах в Детройте? Я был в Детройте. Вам нравится эта картинка? Все в порядке. Все в порядке. Вы называете это все в порядке? Я хочу сказать, что станции метро-текстильщики или Кузьминки, это куда хуже. Слушайте, а почему мы с вами мыслим в одном направлении? Я вас хотел про Люберца спросить. Нет, вы знаете, я не согласен с тем, что текстильщики это хуже. Выглядит хуже. Нет, Детройт выглядит... Если вы имеете в виду новые районы Детройта, они же там сейчас начинают что-то пытаться возрождать. Не центр. Старый Детройт не в том, как выглядит Детройт. А дело в том, что промышленные центры... Хотя судьба у них разная. Детройт был убит профсоюзами. Детройт был убит конъюнктурой и профсоюзами. Правильно. А вы хотели, чтобы профсоюзы убили Лондон? Нет. Если бы их не убило Тетча? Нет. А почему не существует... Понимаете, что вы сейчас говорите про профсоюзы. И видно, что у вас в голове, и возможно, что у слушателей. Это вот такие профсоюзы, как русские профсоюзы. Какое-то такое небольшое приложение к администрации, что максимум они могут сделать это за бастовку. Я знаю, что такое американские профсоюзы с битыми в руках. Английские профсоюзы. Это еще круче. Да, только они не должны были убивать Англию. Но вполне мог быть транзитивный период, при котором шахты... Они, конечно, не убивали, они ее душили просто. И чуть не задушили. Это же продолжалось. 20 тысяч... Вы знаете, у вас логика российских антисемитов, которые считают, что небольшое количество евреев как-то умудряются править Россией. А вы считаете, что 20 тысяч шахтеров убили Англию? 40 миллионов. В политологии довольно распространенная вещь, когда какое-то меньшинство может держать за горло всю страну. Вот у нас автоваз для реорганизации. Это была фактически такая же вещь. Автоваз — это чудовищно. Правильно. Сейчас уже нет. Но когда-то у Тэтчер это заняло год, а у нас это заняло типа 20 лет. Потому что у нас... Объясню, кстати. Тут я встану на вашу сторону. Потому что на протяжении 20 с лишним лет у нас ходил народ. И, кстати, с вами не согласен, что сейчас уже нет. По-прежнему автоваз это... Ну, не будем сейчас обсуждать, да? Не будем нарваться... По-прежнему автоваз — это то, за что мы все платим. В сущности. Да, мы платим копейки. А мы могли бы его модернизировать за это время. Причем сократить. А вот тех рабочих, их не надо было морить голодом. Их нельзя было бросать на произвол судьбы. Существовали новые рынки труда. Надо было помочь, направить, поддержать. В частности, на каких-то социальных пособиях. Тем более в нашей стране, где страшная нехватка рабочей силы. Вообще-то. Да. И при этом, например, можно было раскулачить руководство автоваза. С его непомерными расходами. И всем бы хватило на небольшую социальную поддержку и переучить людей на что-то новое. А не бросать их, как Тэтчер шахтеров, на произвол судьбы. То есть вы же произвол судьбы, если вас просто удушают. Она просто объявила о закрытии. Она, вот Тэтчер, между прочим, она не обманывала. Она не говорила на произвол судьбы. Она говорила, мы это закрываем, потому что английский народ хочет, как он показал это на выборах. Понимаете, вы говорите все время о роли Англии в мире. А роль Англии внутри себя мы почему-то не обсуждаем английскую экономику. Давайте сравним. Почему обсуждаем? А давайте сравним динамику. У вас наверняка есть цифры. Или хотя бы понимание общего. Есть цифры. Сравнение с экономикой Соединенных Штатов за то же время. Сравнение с экономикой Китая, например, за то же время. И сравнение с европейскими странами. Ну, по сравнению с европейскими странами, вот я вам могу показать график по сравнению с Францией. Это просто отношение... Это не телевизор здесь не увидит, поэтому лучше озвучьте, тем более я плохо вижу. В Англии, по сравнению с Францией, по сравнению с Францией, можно считать, это просто континентальной Европой. Это было от чего-то типа 0,85, то есть на 15% хуже в 80-м году до практически такого же уровня, 0,97 в 89-м. То есть это был большой рывок. Это надо понимать. За счет чего? Закрощение бюджетных расходов. Через буквально минуту вернемся после новостей. Ну все, возвращаемся в студию. Напомню, у меня в гостях проект Российской экономической школы Константин Сонин. Мы горячо спорим о судьбе Англии и мисс Маргарет Тэтчер. Но вообще спора про судьбу Англии вообще такого нет, потому что англичанам стало намного лучше и по их мнению как угодно. Англичанам стало лучше и по их мнению как угодно. И по их мнению стало лучше, и если мы посмотрим на данные экономические, то стало лучше. Я же говорю, их мнение может быть более важно. Другое дело, что вот точно, что было результатом политики Маргарет Тэтчера, это была все-таки некоторая поляризация. То есть с одной стороны, те, кто жил хуже всех в Англии, они стали жить лучше, все стали жить лучше в Англии при Тэтчер. Но разрыв между бедными и богатыми, он увеличился. И этот разрыв не сокращается, возможно, что тогда были заложены прочный фундамент будущего неравенства. А как же бюджетные расходы сокращались, а самые бедные стали жить беднее? Бюджетные расходы, во-первых, сокращались далеко не все. То есть, например, бюджетные расходы на полицию и на многие вещи, связанные с занятостью, они только увеличивались. Например, какие бюджетные расходы сократились, и это, собственно, было главным сокращением, это было на поддержку обеспечения жилья. То есть правительство очень сильно субсидировало в частной экономике жилье, а перестало субсидировать. Но поскольку люди стали больше зарабатывать, то через некоторое время, через некоторое время трудности они с этим справились. Некоторое время трудности, это некоторое количество людей, неважно даже какое, оказалось на улице. Ну так, я просто перевожу с экономического на нормальное. Небольшое количество людей оказалось на улице, но потом они опять оказались в домах. Эти дома оказались лучше, чем те были, которые... Те, кто пережил, оказавшись на улице... Ну смотрите, Игорь, но не бывает экономических реформ, не бывает экономических улучшений. Пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Их не бывает, чтобы всем стало... всем и сразу стало лучше. А я не говорю, что они бывают так, чтобы всем сразу стало лучше. Я говорю о том, что было время, когда в Англии как бы люди не оказывались на улице. А пришла Тетчер, они стали оказываться на улице. Секундочку, а что такое зима? Что такое The Wind of Discontent? Это вот и была зима, когда люди начали сжечь костры на улицах и начали... Они, кстати, и сейчас до сих пор... Это было до прихода Тетчер. А давайте сравним. А давайте сравним количество этих людей. Я об одной еще не понимаю. Просто, кстати, вот это совершенно незащищаемая позиция. Невозможно оспорить то, что экономические... Вообще невозможно оспорить положительную роль Тетчер в движении Англии вперед. Можно ее отдельные уроки, отдельные политики обсуждать, было удачно или неудачно. Но если какие-то случаи позитивной роли... Перегибы на местах или наоборот позитивной роли? Если есть мировая история позитивной роли, то вот это такой случай. Давайте тогда обсудим ее реформу энергетики. Когда Тетчер решила, что уголь для Англии невыгоден, и чем стали в Англии-то... Какую энергетику использовать? Что, дровами? Нет, ну вы же лучше меня знаете. Вы же экономист, профессор. Но они примерно за десятилетия до этого открыли нефть и газ у себя в Северном море? Не только у себя, там именно что с заморским газом в основном. У себя тоже на шельфе они разрабатывали. Но тем не менее, вместо того, чтобы создавать рабочие места внутри страны, вполне можно было, оказалось, воспользоваться дешевым газом из-за рубежа. Даже если это сейчас не так. Но речь идет о том, что вместо стимулирования внутренней экономики и создания новых рабочих мест, мы, я не хотел бы употреблять слово тупо, закрываем все, что неэффективно. Но рабочие места были созданы, а вот до этого 20 лет правительству занимались так называемым созданием рабочих мест, и была огромная безработица. А она ее в три раза сократила. Так же, как до этого, конечно, всем помогали, но инфляция была 18%, когда она пришла к власти. А она ее сократила. Это было жестоко, но инфляция стала гораздо ниже. Она никогда с тех пор не возвращалась к тому уровню. Понимаете, мы с вами все время спорим, на самом деле, спорт идет ровно об одном, о человеческом отношении. Насколько вообще капитализм должен учитывать судьбы отдельных людей? То есть вам хочется, чтобы политик был, чтобы он и проводил реформы, причем реформы, которые, поскольку они требуют борьбы со специнтересами, требуют и силы там, и какого-то упрямства, и одновременно, чтобы он был мягким и веселым. Нет, я как раз не считаю, что существуют какие-то моменты, точнее, существуют моменты, когда нет простых решений, да? Но существует отношение к этому. Понимаете, вопрос же не в том, что можно решить проблему или нет, но есть возможность выйти честно к людям и сказать, дорогие товарищи шахтеры, мы считаем, что в ваши прожитые годы, вот поколение работающих на шахтах, промышленная революция, уголь, все, больше не нужен. Мы попытаемся решить эту проблему таким-то способом. Вот в этом смысле честнее Тэтчер политика не было, и как раз за это ее и ненавидят. Потому что до этого правительство говорили, что говорили правительства предыдущие? Они говорили, все хорошо, это очень важно, не нужно создавать напряжение, и просто печатали больше денег. Да, была высокая инфляция, шахтеры тоже жили плохо. А я не говорю, что это хорошо. Тэтчер им сказала, страна больна, страну нужно лечить, нужно заниматься упражнением. Безусловно. За эти слова ее возненавидели, при том, что она действительно заставила страну двигаться вперед. Вот с этим как раз я и не спорю, но вы неправильно поняли мою фразу. Судьбой шахтеров можно было не закрыть, а заниматься, не раздувать инфляцию, а заниматься судьбой шахтеров. А можно, как наша недо Тэтчер Ирина Муцелуна Хакамада, выйти и сказать тогда, ну пусть себе, что она там велела шахтерам, ягоды собирать. Мне кажется, она сказала, что пусть едят булочки. Пусть едят булочки, это сказала Мария Антоновна, нет, не пытайтесь меня подложить на такой дешевый. А, кстати, может и не Мария Антоновна. Мария Антоновна. Да, пусть едят булочки, это все-таки не надо Ирину Муцелуну возвышать до уровня королевы. И даже до уровня Маргариты. По всем моим, кстати, уважением к ней. Но вот эти плевки голодающим людям в лицо, это не есть... Вы мечтаете о враче, который вам одновременно скажет, что все в порядке. Все в порядке, но только личная операция, а так все замечательно. Мы с вами не первый день знакомы. Например, обвинять меня в том, что я не люблю жестких врачей, это бессмысленно. Например, очень люблю Ликванью. И ненавижу при этом Пиночета. И тот, и другой жесткий врач. Уж радикальнее Ликванью, человек-то на свете не был. Просто он людей на стадион не свозил, не расстреливал. Но понимаете, Маргарит Тэтчер, она же не городом небольшим управляла, да? А все делал в масштабах, да? Ну, там все страна, понимаете, там традиция. Нужно, понимаете, что реформу ее легко провести, когда у тебя сила как бы физическая. А когда твоя сила, что тебе нужно из 600 человек договориться с 300, больше чем 300, чтобы приняли закон, вот это вот политика. Вы знаете, даже как это не двойная бухгалтерия, она тройная. Потому что вот, например, судьба Магнитского, либеральную общественность беспокоит, кричат, подонки убили Магнитского в тюрьме. Кстати, согласен, да? Подонки наверняка. Но уморенный Маргарит Тэтчер и компания Бобби Сэнс и 17 человек, по-моему, я не помню, 11 или 17, ирландская забастовка. Это почему-то нормально. Это вы про ирландскую забастовку? Это я про ирландскую забастовку, да. Ну, я не разбираюсь в внешней политике. Почему это внешняя политика? Северная Ирландия как бы это внутренняя политика. Ну, хорошо, я в этнической политике не разбираюсь. Но дело не в этом. Эти люди все равно уморены. Она им дала умереть. Она сказала, пусть умирает, пусть дохнет. И почему-то Маргарит Тэтчер при этом великий политик... Сейчас, поставите, поставите, поставите. Все-таки их там не избивали в тюрьме, и у них, если я правильно помню, объявили голодовку. Опаньки. Они обвинили голодовку просто так. Вот просто ни с того, ни с сего. Нет, ничего нет. У них были какие-то планы. Я понимаю, что они чего-то требовали, но они все-таки добровольно... Вы не поверите. Пиночетовцы тоже не избивали людей. Они их расстреливали сразу. Ну, вот хочется сказать, при чем тут Пиночетовцы? А при том... Я вам хочу сказать, вот вы хотите что-нибудь сказать про Маргарит Тэтчер плохой? А я вам скажу, что... Смотрите, она была страшно везучая. Да, ей повезло, потому что социальный протест был прикрыт фалк-лиентами, которые... Такая вещь, как с фалк-лиентскими островами, она, как бы, любой политик об этом мечтает. Чтобы какие-то идиоты, не обладая адекватной погибной силой, напали на вашу страну. Я не хочу, они ничего... Да, это было идеальное везение. Константин, вопрос не о том, плохая она или хорошая, вопрос о пути реформ. Существует несколько путей реформ. Их даже не два, это не дихотомия. Нет, не бывает других реформ. И я сравниваю... Причем тут Пиночет? Нет, я сравниваю Альенда и Пиночета и Тетчер с воображаемым неким социалистическим оппонентом в данном случае. Да, можем ее даже назвать. Это был Нил Киннак. Но английские избиратели его не выбрали. И Артура Скоргила, лидера шахтеров, не поддержали. Там как раз... Шахтеров было 20 тысяч, это вы говорите, что они какая-то смертельная уж сила. Правильно. Ну, посмотрите, на 20 тысяч они сумели... Какой раздуть пожар по всему миру? Да, слава богу. Весь мир следил за... Из искры возгорится пламя. Я как старый коммунист только это поддерживаю. Вы поймите, мы же сейчас о путях России, не столько о Маргаре Тетчерах. Вы думаете, что столба кто-нибудь сейчас в России обсуждать... Я думаю, что Сталин вывел всех старых коммунистов, так что не надо примазываться. А у меня, кстати, вот я старый коммунист сам по себе. У меня в роду ни одного коммуниста, к сожалению, не было. Я даже об этом жалею. И даже ни одного человека, отсидевшего в лагерях. Я, видимо, какой-то этот... Меня с другой планеты запустили сюда. Да ладно. Да серьезно. Тебе что, даже не депортировали? Нет. У меня расстрелянные в бабе миру есть, немцами замученные есть. А вот Сталинам, к сожалению, никого или к счастью. То есть даже сослаться не на что. Вот не дотянулся кровавый. Но ничего, еще все впереди, уже дотягивается периодически, как я говорю. Не об этом речь-то. Речь идет о путях развития России сейчас. Сейчас речь идет о путях развития России сейчас? Да. И хотите сказать, какие уроки из Тэтчер мы можем извлечь, да? Да. Вот смотрите. Если вот сейчас давление на Центральный банк, который... Не я об этом заговорил. Я думаю, что если оно сейчас закончится тем, что Центральному банку поставят задачу поддерживать там экономический рост или что-то такое, да? То есть Глазиевский вариант вместо Набиулина, да. То через некоторое время это кончится Маргарет Тэтчер. Потому что кому-то потом придется делать вот эту очень тяжелую работу, возвращать инфляцию обратно. То есть цитата, по-моему, достаточно... А вот Глазиев это то, что делает Тэтчер возможным. Как это называлось-то в оригинале? Необходимо. У социалистов быстро кончаются чужие деньги, говорила Маргарет Тэтчер, по-моему. Да, вот правильно. То есть вместо того, чтобы сейчас поддерживать экономику, мы должны следить за уровнем инфляции. Что значит сейчас поддерживать экономику? Не надо как бы... Поддерживать экономический рост. Например, так как это делал Франклин Делану Рузвельт в свое время занимаясь... Франклин Делану Рузвельт был совершенно не в такой ситуации, какая у нас сейчас. В ситуации, в какой у нас сейчас, и это больше похоже на английскую 70-е годы, вот такая денежная политика, как Глазиев, например, говорит, она приведет к тому же, что было у Калахана, к стокфляции. И тогда Тэтчер, которую вы так не любите, станет необходимой. А я не говорю, что я ее не люблю. Выберите Глазиев сейчас и получите Тэтчер в предыдущем. Я был двумя руками за то, чтобы выбирали Глазиевые люди. Не выбирали, а назначали. Я был за то, чтобы... Вы бы считаете, что... Это бы точно сказали, что в 2018-2020 году будет Тэтчер, который будет возвращать экономику в нормальную ситуацию. Слушайте, вы что, издеваетесь? У нас предыдущие 20 лет иберальные экономисты, а-ля Тэтчер, вот с присущим цинизмом и... Опять-таки, слово не буду это говорить. Кудрин тот же самый. Вот вам Тэтчер. Монетарист... Что вы... Что вы... Что вы несете то самое слово, которое нельзя говорить в эфире, хотел сказать Константин Сага. Я даже не знаю... Потому что во главе Центробанка все время стояли люди, ориентированные только на то, чтобы сдерживать инфляцию, а не на рост экономики. Центральный банк не может помочь росту экономики. Не может. Он не может, правда. А чего же вы так глазево-то боитесь? Вот глазево... Потому что он бы нам дал, в точности, он бы нам дал инфляцию без роста. Серьезно? Да. Вы уверены? В нашей ситуации, да. Вы уверены? Это сейчас... То есть снижением ставок, стимулированием промышленного роста, он дал бы исключительно инфляцию без роста экономики? За счет денежных средств, за счет Центробанка, конечно. А что он еще может дать? Одну. Понятно. Ну, сейчас, послушайте, а что есть хоть один пример, когда вот в такой ситуации, как у нас, активная денежная политика... А какая у нас сейчас ситуация? Что? Ой, буквально через секунду мы заговорились. Ну что ж, возвращаемся в студию и продолжаем нашу горячую беседу с проректором Российской экономической школы Константином Соном. Кстати, на помощь за телефон студии 651096, ход города 495. Константин, так какая у нас сейчас экономика? Давайте бог с ней с Маргарей Тэтчер, уже хватит на костях ее плясать или наоборот. Смотрите, смотрите. У нас экономика сейчас, которая растет, а не падает, и у которой высокие точки, точнее, средние темпы инфляции. В этой ситуации денежная политика помочь не может. Разные другие политики могут помочь. Например? Смешно говорить, но если бы, например, улучшить работу полиции, если бы она была менее коррумпированной, если бы улучшить работу судов, если бы уменьшить государственное вмешательство в экономику, если бы приватизировать часть предприятий, то это бы способствовало экономическому росту. А денежная политика сейчас помочь не может. Вот если у нас, например, сейчас рост замедлится, он сейчас замедлился, но вот если, допустим, будет год, и рост будет отрицательным, если в этот момент инфляция станет низкой, там будет, например, 3%, 2%, я тоже скажу, давайте печатать деньги, нужна активная денежная политика. Но сейчас не такие обстоятельства. Сейчас она помочь не может. А почему вы это, например, не говорите про диверсификацию экономики, про сырьевую зависимость, про убитую промышленность? То есть вы считаете, что наша... Почему я и говорю, как ее убрать? Я считаю, что если бы у нас были бы более хорошо работающие суды, менее коррумпированная полиция, меньше государственное вмешательство, больше приватизации, то промышленность была бы лучше. Понятно. То есть наша промышленность, которая была убита, напомню, не сейчас, а в конце 80-х и тем более в 90-е годы, она была убита почему? Из-за коррумпированных судов, из-за экономической нецелесообразности или из-за того, что приходили люди, как вот недавно мне Константин Натанович Боровой на полном серьезе объяснял, что любой частный собственник, это гораздо лучше, чем любой государственный. Если завтра частный собственник, сочтет, что вместо завода ему выгоднее быстренько продать территорию, на которой стоит завод, и само здание завода, то так экономике и нужно. Это, кстати, правильно. Серьезно. То есть вы приходите... Нет, конечно, нужно было в центре Москвы поддерживать автомобильные заводы. Кто говорит про себя? Вот что передергиваете? Что же только упавшая промышленность? Если ЗИЛ и АЗЛК, это счастье для всех, что они упали, причем для тех, кто на них работал. С чего бы это? А почему? С чего бы это? Потому что, вот смотрите, когда есть какое-то убыточное предприятие... А кто сказал, что ЗИЛ это было убыточным предприятием? Конечно, он был убыточным предприятием. Вот эти ответы, конечно, не принимаются. Секундочку. Значит, сначала мысль, потом про конечно. Значит, про убыточное предприятие. Что если есть убыточное предприятие, это значит, что каждый человек, вот каждый человек, он платит за это предприятие. Он мог бы больше есть, он мог бы дольше прожить, он мог бы больше отдыхать, но он этого не делает, потому что он помогает этому автовазу, этому АЗЛК, этому чему-то. Вот нужно помнить, что убыточное предприятие, это значит, что каждый человек живет... Чуть-чуть хуже, причем как бы хуже по всем параметрам. У него мобильник хуже, у него дети учатся в чуть более плохой школе, и он ест чуть меньше. Он выглядит вот не так хорошо, как вы выглядите, Игорь, а хуже выглядит. Вы знаете, великая писательница Советского Союза Мариэта Шагинян, которая обладала одним из первых, по-моему, в Союзе слуховых японских аппаратах с очень дорогими батарейками, она их очень экономила. Она вот в такие минуты выключала свой слуховой аппарат и говорит, вы знаете, мне сейчас жалко батареек моего аппарата. А вы не считаете, вот простая мысль в голову не приходит, что это же предприятие, не выгоняя рабочих, хотя, может быть, отчасти и выгоняя часть рабочих, можно сделать прибыльным, выпускать другую продажу. Это простая неправильная мысль мне в голову не приходит. Почему это неправильно? Потому что для того, чтобы автомобильный завод хорошо работал, нужно, помимо всего прочего, чтобы была какая-то дешевая рабочая сила. Потому что что такое прибыльность? Это значит, что ты за составляющие заплатил балла, рабочим заплатил мало, а продал за дорого. Это прибыльное предприятие. О как? А если предприятие неприбыльное, то это значит, что все скидываются, все живут хуже, чтобы рабочие этого предприятия как-то существовали. Абсолютно неправда. Еще можно выпускать с более высокой добавленной стоимостью более качественный продукт. Но Боровой говорил не об этом. Я вам еще раз повторю. Вот у вас есть завод. Не обязательно в центре Москвы. Забудьте. Потому что иначе это будет уже другая история. Вот у вас есть завод. Прибыльный завод, выпускающий продукцию. На этом заводе работает 20 тысяч человек. А вы этот завод, по каким-то причинам, вот нынешнее правительство решило вам его, Константин, отдать за копейки. Потому что считает, что вы будете более эффективным собственником. Нет государства, которое владеет. А Константин думает, да нафига мне эти рабочие, нафига мне это производство. Он же прибыльный. Он прибыльный, но вам гораздо выгоднее. Вам гораздо выгоднее. Так он убыточный. Если с ним выгоднее сделать это в другую сторону, он убыточный. Слушайте, как моя мама говорит, с вами хорошо одну субстанцию есть, вы рта раскрыть не даете. Дайте ей мысль до конца довести. Он прибыльный. Но вам в этот момент кажется, что продать сейчас просто территорию, хапануть денег и смотаться, это гораздо выгоднее. Это то, что произошло со страной в 80-е. Игорь, было бы лучше, если бы я эту мысль не дал довести до конца. Вы бы не сказали такую глупость в эфире. Что значит? Если он прибыльный, это значит, что его... Этого прибыль вы будете получать на протяжении долгих лет. А вам главное своровать сейчас. А значит, он неприбыльный. И почему тут своровать? Потому что вам государство, вы будете продавать в 10 раз дешевле, чем он стоит. Секундочку. Секундочку. Если завод прибыльный, но вместо него прибыльнее построить там автомобильную стоянку, то это значит, что он убыточный. И мы его все время субсидируем. Даже если он как бы формально, вам кажется, что он какие-то денежки приносит, но вообще-то он убыточный. И все живут хуже, потому что они этот убыток субсидируют. Ну... Да. Я просто... У меня челюсть отвисает от этого. То есть на месте прибыльного... Я ведущий, потому что Игорь замолчал, пораженный этим простым, наверное, рассуждением. Я просто не понимаю, как с этим вообще можно спорить. То есть вы на месте прибыльного забота, которому дает работу сотням тысяч людей, и вам в том числе дает прибыль. Если он прибыльный, то его никто не закроет. Никто не закроет прибыльное предприятие. А что произошло в стране в 80-е и 90-е? Вы хотите сказать, что все эти предприятия... Да? Что? Расскажите, пожалуйста. Потому что предприятий было очень много неприбыльных. Они были субсидируемы. Были люди, которые... Правда. То есть не было внутреннего спроса. Что значит? Ну, например, на алюминии был внутренний. Они субсидировались за счет чего-то другого. За счет того же экспорта нефти. Да? За счет того, что... За счет того, что как бы нефть субсидировала предприятия. И в принципе, вот такая экономика, она могла существовать. А потом разрушилась. И чтобы это не повторилось, мы стараемся делать по-другому. Не как глазик, чтобы страна разрушилась, а наоборот. Павел, добрый день. Да, здравствуйте. Я, к сожалению, поздно включил эфир. Я не знаю, кто там... Ну, с кем... Кто ваш собеседник. Мой собеседник про лектор российской экономической школы Константин Сонин. Да, очень приятно. Вот просто дело в том, что я вырос в районе Автозаводска и поразил очень хорошо. Знаю почему. В том числе и там, и как он расцветал. Потому что у нас были жиловские школы, и никаких экономических проблем в этом районе просто не существовало. Включая то, что рабочие очень хорошо получали. А что же он сейчас не работает-то? Вот, это первое. Второе просто... Так вот, постойте, постойте. А чего он сейчас не работает? Я просто боюсь, что потом меня выключат из эфира. Я просто скажу... Вы собираетесь матом ругаться? Нет, дайте договор. Я... Как сказать, культурно, надеюсь, что человек... У меня просто предложение вот какое. Я недавно читал книгу про Ивана Грозного. Угу, это здорово, да? Я хочу сказать, что я полностью не согласен с вашим собеседником. И мне просто интересно, вот вы в эфире скажите, кто он и что он? Может быть, он просто... Я сказал уже про ректор Российской экономической школы. Чего он не любит? Ну, загублен. Ну, Россию, наверное, не любит, потому что... Это вы Россию не любит. Ну, невозможно. Это вы Россию... Нет, ну, это вот... Я выключил. Человек Андрей, здравствуйте. Мне кажется, что такие люди, они не могут любить Россию. Андрей. Если он звонит с оскорблениями, то это как бы за это будет проходить. Тут я на вашей стороне, Константин. Андрей, я слушаю вас. Здравствуйте. У меня интересная, как бы, может быть, реплика. Просто ваш гость сказал, что если какое-то предприятие не очень выгодное, малоприбыльное, то легче на его месте построить более прибыльное, как бы, что-то. Но если исходить из этой логики, то тогда легче вообще наркотой торговать, и это еще более прибыльно. И сократить любые другие расходы. Вот вы совершенно правы. Именно из-за этого нам нужно государство, из-за этого нам нужно правительство, из-за этого нам нужна полиция, потому что то, что кому-то выгодно, вовсе не обязательно в интересах общества. Конечно, нужно было бы тогда наркотой торговать, но, по счастью, у нас есть правительство и полиция. А шахтеры были в интересах общества или не в интересах общества? Общество считало, что не в интересах. У нас вообще, если общество, например, большинство граждан в демократии захочет есть наркоту, ну, очень трудно будет что-то с этим делать. По счастью, такого пока что не было. Ну, почему? Вот Голландия прекрасный пример, и я считаю, абсолютно здоровый пример. Легкие наркотики, они, наоборот, снижают градус накала дискуссии. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Да, вы в эфире, если я с вами разговариваю. Кстати, хотел согласиться полностью с Константином, Игорь, и некоторым образом ему поддержку. Да, ради бога, что же такое? Спасибо. Я сам с ним во многом согласен. Согласен с ним полностью в том, что убыточные предприятия должны быть ликвидированы, и на них их собственник должен решать сам, что ему делать, куда вкладывать свои средства. И экономическая модель тогда нашей страны некоторым образом изменится, и производительность труда повысится. Я как работодатель, как собственник своего бизнеса, полностью за то, чтобы рыночные условия владели всеми, и собственниками, и работниками. Спасибо большое за вашу звонок. Кстати, вот пишет Олег, то, что говорит Константин, это классическая схема, описанная в исповеди экономического убийцы, и этим все сказано. А я на это неожиданно окажусь на стороне Константина, и при всем при том, что это одна из моих любимых книг, посоветую Олегу перестать читать такой бред, потому что писал его человек явно психически нездоровый, потому что вы почитайте, что он еще написал, да, там про транссерфинг реальности и прочее. А в целом, да, схемка-то вот в частности в исповеди экономического убийцы, как раз та самая схема. Правда, не про Англию, это про менее разные страны. Такие у вас прекрасные слушатели. Начитанные, по крайней мере. Нет, все образованные, все очень четко артикулированные. Андрей Николаевич, слушаю вас. Да, я вас с удовольствием слушаю. У меня вот с моих... Только можно приемничек потише сделать, а то фонит. Ну, с 65-летним возрастом у меня возникает подозрение. Товарищи, которые, я так понимаю, несколько моложе меня, были сначала озабочены чем-то другим, а не тем, чтобы кроме них еще кто-то мог в этой стране жить. Я не понимаю простые вещи. Я не понимаю, почему на нашей вот этой огромной территории мы и ее жители с этой территории ничего не имеют. Отлично. Спасибо, Андрей Николаевич. К сожалению, у нас программа подходит к концу. Может, вы, Константин, только вот без ссылки на коррупированные суды и прочее? Ну, вот если мы вспомним то, с чего начиналось Маргарет Тэтчер, то в период Маргарет Тэтчер налоги на нефтянку и газ английский были огромными, типа доходившие до 90%, и они тратились на то, чтобы немного смягчить издержки реформ. Угу. А потом? Что? Потом эти налоги... У нас, кстати, радиослушатель задал, почему у нас-то такого нет. Буквально пять секунд, Константин. Почему мы ничего не имеем? Это плохо, я считаю, потому что у нас слабая демократия. У нас как бы граждане не могут заставить политиков им отдавать больше от национального богатства. Грабить награбленное, как говорил недавно премьер. Напомню, Константин Сонин был проект Российской экономической школы у нас. И я, Игорь Виталь, до завтра. Продолжение следует...